Люди, зная или не зная, подписываются на религиозные группы, в них может содержаться радикальный контент. Под видом ислама может там проповеди про семью, про мать, про уважение к родителям. Вместе с этим может идти пропаганда религиозного экстремизма и терроризма. Нужно проверять свои подписки в соцсети, дабы не попасться под влияние инструктивных религиозных течений. У нас ведется профилактическая работа с подписчиками на религиозные группы, с пользователями соцсетей. То есть мы пишем рекомендательные письма о том, что эта группа может быть опасна для вас, и с рекомендательным письмом отписаться от нее. Традиционный ислам, путь наших предков, как совершали молитву наши предки, наши дедушки, бабушки. Если говорим о нетрадиционной, они не подчиняются духовному управлению мусульман Казахстана, они слушают проповедников западных стран. Для нашего государства самое важное это целостность общества. Также наш пророк говорил, саллаху алейхисалям, что нужно быть терпимым друг к другу. Терпимость, толерантность, такие понятия, именно духовные качества, очень важны для человека в целом. Межэтническое, межконституциональное согласие для Казахстана очень важно, и мы показываем пример другим странам в этом направлении. Для нас поддерживать эту ситуацию оставляется наиважнейшим аспектом. Субтитры создавал DimaTorzok